Добрый вечер! У Громадско-культурным центром, святочным концертом, просвоением новых званий и уручением высоких узнагород. На месте падей побывала Ганна Ковалева. На всех милиционерах парадная форма, белая кошель и китель. Святочное мероприемство, промеркованное до дня белорусской милиции, у областных Громадско-культурным центра собрало коллег-900 супрационников органов и подразделений внутренних справ Гомельщины. Повеньшав от них, проехали коллеги с соседней России. С увезем двух краин уже не одно десяти годи. Боякве дома у злачинности не о маме жил. И только с уместными намаганиями можно досягнуть спокою и выконание законов. Этот принцип давно стал ахульным для правоохолников Гомельской и Бранской областей. Хочу поздравить с праздником всех сотрудников Гомельской милиции Беларуси с наступающим праздником. Пожелать им побольше отдыха, поменьше беспокойных дней. Ну и больше заниматься профилактикой, чем такими серьезными преступлениями. На Гомельщине первые отрады милиции заявились о маль 100-го до того, в соковику 1917-го. С того момента в Аусе, в тем лику и самые непростые для краяные шоссе, в артовнике парадку смагались за безопасность людей. В годы Великой Айчины войны я неудельничали в оборонных боях за областный центр. После 1945-го их праца протягнулася уже у Рэчащи боротьбы с избройным бандитизмом. У конца 80-х гомельские милиционеры навод смагались с наступствами авары на Чернобыльской АЭС. От себя лично, от всего руководства я хочу поздравить всех наш личный состав с прекрасным праздником. 99-летие образования нашей белорусской милиции. Это большой праздник. Следующий год нас ожидает столетие. Мы имеем значимые результаты оперативно-служебной деятельности. Ту высокую оценку, которую дает наш белорусский народ. И мы гордимся, и мы сегодня на высоком уровне празднуем День белорусской милиции. Дякуючую отладженной работе в минулом году ни по одним скерунгам деятельности милиции гомельщины, ни зафиксованный рост злочинности. А кроме того, опошний час надзирается упыльненное снижение кулькости рецидивных злочинствов. За выдатную працу в этот день многие супрационники милиции гомельщины отримали новые звания и высокие державные узнагороды. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Гомель». Специализованные предприемства Гомельской области начинают реализацию кветок, которые выращены специально до 8-го саковика. При этом зуликам в опыту по передних годах, все лето тут выращили не только повеличить объемы, но и сделали больше разностайную колеровую гамму. Олег Сенцеров ознайомился с пропонуемым ассортиментом. В коммунальном сельско-господаршем унитарном предприемстве «Червоный гвоздик» на рыхтовку кветок до 8-го саковика практически завершили. В ближайшие дни они будут заховываться в специальных холодильниках, хотя частка из них уже накирована у гандлёвую сетку. А про чатаго реализовывать кветки все лето плануется. Так само у ответственности с попередними заказами предприемств, которые для своих женщин набывают практически оптовые парты. Что-то че с ассортиментом, то у «Червоного гвоздика» все лето пропонуют в основном тюльпаны. Правда, за уникам попереднего опыта, тут повелечили колькость гатунков и зарабили больше разностайной коляровую гамму. У нас персиковый цвет в этом году, он очень актуальный, новый, свежий, он такой с желтинкой немного, яркий весенний. А так у нас розовый красивый цвет, очень он такой алый, новый сорт, это пинк реал. Вот белые, белый тюльпан у нас с каёмкой, с розовой, тоже модное новое введение. По словам людей, которые организуются к ветке, на период дни 8-го соковика цены повелечатся, але не вельми значно. Конкуренция великая, товар может просто сапсоваться. По кольже, те же хризантемы продают в середнем по 40 тысяч за кветку, ваздики по 25, самые дорогие ружи, правда, и тут есть выбор от 40 до 80. Самый бюджетный вариант – тюльпаны. Три кветки можно набыть за 50 тысяч, але куплять и вот такие ружи по 80 тысяч за кветку, причём некоторые набывают, а сразу целые букеты. На думку реализаторов куплять кветки на период дни 8-го соковика мужчины будут обовязково. Хоть шмат, кто сегодня даёт перевагу, больше практичным подарункам, але и романтиков ещё хапает. Мы надеемся, что праздник весны будет, праздником весны. Весны мужчины проснутся и пойдут к нам за цветами, потому что, ну, как же без надежды в нашей ситуации, правильно? Увогули подарунки на жаночий день у гомели на любой густ. Аматорам нечего незвычайного, например, пропонують кветку натуральной сухой бавовны за 120 тысяч. У двоя меж каштоя привезенная с Голланды и Бруния, якую можно заховывать некаких годов. Сирот экзотичных, а так само, сухие мандарины. Их набывают по некаких штук и дороть у вазах. У одной из кветковых крам кажуть об отриманном заказе на букет за 4 миллионы рублей, але додают, что это всё-таки редкий выпадок. Коли уключить фантазию, можно выбрать подарунок боштанны, хоть так само незвычайный. Выключено для самой каханной. Очень много заказов на флаурбоксы. Это коробки ручной работы внутри цветы. Мы туда ложим ещё французское печенье, макаронс. Потом много заказов у нас мишки ручной работы с цветами. Ну, как бы, в заказах большинство экзотических, интересных букетов и интересных работ. Олег Синчеров, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Управнанні с початком минулого года Гомельский областный кардиологичный центр повеличил экспорт послуг больше, как у двоя. Особливой популярностью гэта установа зараз крыстается уже хороу Российской Федерации. Аб плюсах центра и необходности притрымливаться здорового галаду життя. Наш наступный сюжет. Курение, стрессы, малорухомы ладжиття, нерациональное харчевание и лишняя вага. Причин стать пациентом кардиоцентра шмат. Притым, что займаться профилактикой кардиозахворыванием имкнуться далёко не усе. Больш затое, по словах медиков, навод после операции не усе притрымливаются отрыманных рекомендаций. Такие относины персонал вельми хвалюют, але на якость оказания допомоги гэта факт нияк не уплывая. Что год у центра проводятся до 1200 операций в отделении сосудистой хирургии. И коляд 450 у кардиохирургии. У тым лику на открытым сердце. В сосудистой хирургии операции все очень успешно проводятся. Осложнений практически не бывает. Смертность меньше 1%. Гомельский областный кардиоцентр установил значные ступени уникальные. Под одним дахом оказывается весь комплекс послух. От консультации у поликлиницы до послеоперационной реабилитации. Гэта дозволяя постоянно отримать пациента у поле зроку и оперативно оказывать необходную медицинскую допомогу. А проча таго отриманы вопыт и сучасные обстылявания дозволяются не только повышать якость гэтой допомоги, але и на ровных супрацовничать с ведущими кардиоцентрами света. У вселяким разе показать свои досягнения не соромно, а хоть и получиться у иншых тут так само николь не отмавлялися. Те же литонцы, у нас были россияне, самая представительная, так сказать, из Бакуливского института. Это считается ведущий центр российский. И у нас были лекторы из Италии, из Германии. Олег Синцеров, Максим Савин, Явген Макеенко. Телерадиокомпания «Гомель». У Гомеля пройшел областный конкурс по радиоконструеванию. Школьники у двиху взрослых категориях демонстровали свои веды у территичным и практичным этапах, а так само представили свой творчий проект. За ходом по десу отшил наш корреспондент Дмитрий Котау. Науково-техничной творчести у нашем регионе завсёды надавали шмат уваги. Гэта идейность шмат леких гуртков для молодзи и проведение разностайных интеллектуальных споборництвов. Одно из наибольшь популярных конкурс по радиоконструеванию. Всё лето организаторы вырошили измянить его формат. Калиперша початкова были предупреждены два испыты теоретичные и практичные, то зараз ещё необходимо проставить и свой творчий проект. Из года в год количество участников растёт, и вот мы захотели ещё больше расширить количество ребят, которые могут участвовать в этом конкурсе. Сделали конкурс открытым и убрали командное первенство, то есть дали возможность каждому молодому человеку показать себя индивидуально в этом конкурсе. Удильники – ребята, которые являются активными членами объединения по интересам техничного профиля, а так само проявляют добрые веды у сферы радиоэлектроники, энергетики и робототехники. На конкурсе необходимо было продемонстрировать и свои творшие сдольности. Каждый представил робота по теме конкурсного проекта «Битл Джуз», что перекладается как коктейль из насякомых. Я сконструировал робота, получается робота гексапода. Делал я его около трёх месяцев. Он состоит из трёх серводвигателей, батареи, платы Ардуино, которые управляются этими процессами, ну и конечностями, и вот разуколого датчика, инфракрасного датчика. Як означают организаторы, узровень ведов у дельников с кожным годом повышается. Многие протягивают и долей займаться науково-доследшей деятельностью и досягают значных поспехов навод на международном узровне. Дмитрий Котов, Дмитрий Родянко, телерадиокомпания «Гомель». Трансляция лепших театральных постановок «Свет» у режиме онлайн на экранах кинотеатров, протягивая лазить предприемство «Кинотаур». Напереды Дніжихары и гости областного центра убачили у кинотеатры «Мир» спектакль у Ильяма Шекспира, Антоний и Клеопатра. Вероника Ворошилина с подробязностями. Великий экран кинотеатра «Мир» безскаженне передает щирые эмоции, почутки и актерское майстерство ведущих артистов со светноведомого шекспировского театра «Глобус». Пьеса Антоний и Клеопатра – это третья из ознакомитых трагедий гениального английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира, которая демонстровалась сежихарам областного центра в этом театральном сезоне. Клеопатра – пригожая египетская царица захопила почутки Марка Антония, полководца и одного з трех лидера у Римской империи, что погражает стать причиной ее расколу. У спектакля Антоний и Клеопатра зливаются разом доброчинность и загана, вечная любовь и прагода улады. Постановка «Глобуса» упевнена осветляю всеважные темы, узнятые у пьесе, але робить гэта с некальки нечаканным ухилому комедию. Далее, у каждого, кто пришел в кинетеатр, на конспектакля своя мета и чаканья. Я учусь на факультете иностранных языков в Скорине, и, естественно, мне было бы очень интересно побывать на постановках, которые, собственно говоря, ведут на английском, потренировать свою собственную речь, трансляции с самого Лондона, из театра, который когда-то был основан Шекспиром, и я уверена, что от актеров можно ожидать только самого лучшего. Трансляции спектакля на киноэкране новый формат для Беларуси, а ля расповсюженная практика у Европе. Гэта махчымасть убашить культовых выканавцов сучаснастей на великим экране, побывать на спектаклях, які обмерковываются с усветной публикой. Трансляция лепших театральных постановок света у кинотеатра Гомеля пошалася летость, угод культуры и она таксама будет протягнута. Так, пятого соковека у кинотеатра Калинина усежадают, что измогуть убашить оперу «Манон Леско». А 13-го соковека тут же отбудется онлайн-трансляция балета «Спартак». Межтым кинотеатры областного центра уже давно перестали быть местом для звычайного прогляду фильмов. Тут постоянно ладят для глядачу цикавые тематышные проекты и перфомансы. Варта отзнашить, сё лето у першыню и международный же ночи день таксама не станет выключением. С 7-го соковека у 23.30 у всех наведовольников кинотеатра Калинина шакая незвычайная, она будет неким таким сюрпризом для тех, кто к нам сюда придёт. Там будут и конкурсы, и розыгрыш призов, и мим-шоу, и фотозона будут работать. Ну и пока мы скрываем это, и это будет сюрпризом, отдельный номер, отдельный подарок для тех милых дам, девушек, которые придут к нам 7-го марта. Вероника Ворошилина, Валерия Панько, Телерадоя Компания Гомель. У студии Телерадоя Компания Гомель вядется активный сдымочный процесс нового сезона Викторыны «Размавляем по беларуску». Для аматора уродной мовы редакторы программы рыхтуют свежие задания, запрашают цикавых удельников. Всерод их ансамбль народной музыки «Бяседа», и кей перед концертом на гомельской сцене завитал у студию «Размавляем по беларуску». Я буду отказывать. Давайте. На малюнку мы бачим Катяня. Себросство удельников ансамбля «Размавляем по беларуску» началося год назад под час акции «Любить Беларусь» у ходе вандроуки с беседой. И вось коллектив уже у гомельской студии прагнажадая перемоги гульни по беларуску. В каждом регионе, в каждой области каждую песню спевают по-русски. И это вельби цикаво. Уже на протягу 25 годов беларуская слова и песня щиро гучать звуснов артыстов, и кеа по майстерску выконывают свои номары не только у Беларуси, але и за ее межами. На запрашение редактора упринять у делу беларускай телевикторыня артысты худко погодилися. Темболь, что два удельники ансамбля Светлана Суседчик и Валентин Кирыленко у радженцы гомельской в области. Оригинальный выпуск передачи «Размавляем по беларуску» с беседой. Глядите у опошнюю субботу «Красавика» на телеканале «Беларусь-3». Циклон Зиси покинул територию Гомельщины. По назиранніх синоптиков уже сьогодні у 4 години раніцы Йонна Крив Могилёв зараз знаходзіться на території Росії. Нагадаем, циклон на територию Гомельщины принес опадки. У некоторых районах в області выпав снег, у Гомелі йшли дожджи. Уже сьогодні синоптики областного гідрометцентра подлічили. За суткі толькі у Гомелі выпала 2 декадная норма опадкаў. У ближайші суткі по прогнозах усталююцца спакойнае надвор'я, опадкі маловірагодны. Температура ночшу в складзе минус 3, плюс 5. Днём слупок термометра може узняцца до 8 градусов тепла. На угол перші декады Соковіка обіцяя быть мяккай, чыкаецца температурная повышэння климатышный нормы на 7 градусау. І на гэтым пакулю сё у студы працывала Наталь Лігнатенка. Я і мої калегі жыдаем вам добрага вечара. До новых сустречу ефіры.